Лучший бренд спортивного питания MyProtein Европейская продукция, которая напрямую из Англии Доставляется к вам в Украину, Казахстан и Россию Залетай на сайт, используй промокод S-FASA И получай скидку вплоть до 42% Активная ссылка в описании под этим видео MyProtein и Sportfaza forever вместе Друзья, всем привет! Субботнее раннее утро, это значит, что в Штатах сейчас вечер пятницы И сегодня во Флориде состоялся первый финальный день Олимпии 2020 года Давайте сразу обозначим предварительный топ-6 С него вошли Хади Чупан, Уильям Бонак, Биг Рами, Фил Хит, Брэндон Карри и Аким Уильямс Больше всего интересен нам был, конечно же, Фил Хит Потому что это его возвращение после двухгодичного перерыва Фил очень хочет вернуться мощно Хочет завоевать свой восьмой титул Всего двум людям до него удавалось завоевать восемь титулов Хотелось бы все-таки, чтобы он был пожестче, мощнее В общем, он не безоговорочный лидер, скажем так Он все равно хорош, но нельзя на 100% его выделить как безоговорочного лидера Но Фил всегда на второй день улучшается То есть завтра, суббота, вечер, у нас воскресенье утро У него еще есть шанс попадаться за первое место Аким Уильямс, хочется отметить его Очень мощно спрогрессировал, очень крутая форма И несмотря на то, что его, скорее всего, судьи ставят где-то пятым-шестым В предварительном топ-6 он постоянно стоял с краю Но у меня ощущение, что он достоин быть повыше Просто потому что, как часто бывает Если кто-то врывается с хорошей формой То его обычно дают тому, что называется отстояться На это требуется какое-то время По политическим причинам или по каким-то другим В общем, сразу в середину его не ставят Сразу в топ и в топ и не ставят Хотя форма очень крутая Я бы сказал, что он топ-4, по-моему Но, судя по всему, судьи ставят его пятым-шестым-седьмым И куда-то дальше Уильям Бонак Уильям Бонак хорош, как всегда Форма, пожалуй, такая же, как всегда Вероятно, самый жесткий, наверное, даже на сцене Но он не может выжать из своей генетики Мне кажется, уже ничего То есть все, что он мог сделать, он сделал И выше места с его ростом, с его антропометрией Занять, наверное, невозможно Поэтому судьи его не рассматривают на топ-4, судя по всему Четверку, которую постоянно переставляли между собой местами Это Брэндон Карри, прошлогодний чемпион Биг Рами, Фил Хит и Хадди Чупан Мне не очень понравилось, как вел себя Хадди Чупан на сцене Постоянно смотрел на соперников Так, что здесь вызывающе Постоянно выходил на несколько сантиметров вперед Постоянно смещался Несанкционированно Не по просьбе судей к центру Постоянно толкаясь локтями Мне лично это поведение не нравится Но как бы здесь дело не в поведении Конечно, обсуждаем форму В топ-4 он очевидно входит Качество хорошее Форма, мне просто генетика его не нравится То есть похожая ситуация с Уильямом Бонаком Ощущение, что спортсмен сделал все, что Выжил все, что может из своей формы Но мне кажется, что все равно Что бы он ни делал, этого никогда не будет достаточно Для того, чтобы стать мистером Олимпия Брэндон Карри Брэндон Карри хорош, мне нравится Не знаю, улучшился ли он с прошлого года или нет Но он однозначный лидер Топ-3 Он заслуженно, я думаю, будет бороться За повторный свой чемпионский титул Второе, второй прорыв этой Олимпии Биг Рами Биг Рами в этом году работает с Чадом Николсом Очень много тренеров за свою карьеру Он уже поменялся Всеми топами, наверное, уже поработал Но в этом году он действительно самый жесткий То, чего ему не хватало всегда Самая хорошая кондиция, я бы сказал, в его карьере Биг Рами претендует на титул мистера Олимпия Я бы так сказал, как никогда Биг Рами, Брэндон Карри и Фил Хит Это мой топ-3 Если Фил не улучшится Я бы сказал, что чемпионом он не станет Не улучшится на второй день Еще дальше, сужая мой прогноз На первое место Это либо Биг Рами, либо Брэндон Карри Как всегда, хочется верить в чудеса Всегда болеешь за Андердога В данном случае, наверное, как бы мне не симпатизировал Брэндон Карри Но очень хочется порадоваться за Биг Рами Столько лет он боролся, он народный чемпион Всегда очень сильно его поддерживал Не только Восток, но и вообще, в принципе, вся фан-база бодибилдинга Он очень скромный, очень положительный парень Всегда к себе располагал И это его прорыв Чар Николс, тренер, с которым Ронни Колман В свое время сделал свой прорыв и начал побеждать Вот в этом году сделал с Рами что-то новое Действительно, Рами спрогрессировал Действительно, он стал жестче Хотя, если говорить о критериях судейства Опять же, формы у них совершенно разные И у Брэндона Карри, и у Биг Рами Биг Рами значительно больше У него все больше И ноги больше, и спина больше Он просто монстр по сравнению со всеми остальными Он выделяется по массе радикально И тут вопрос, опять же Либо судьи пойдут в направлении монструозного бодибилдинга Где Биг Рами безоговорочный лидер Либо они все-таки будут придерживаться направления Какого-то баланса и симметрии Где, конечно, лучше выглядят Брэндон Карри Даже Фил Хитт, Аким Уильямс Они более сбалансированы, соотношение талия и плечевой пояс У них лучше Но Биг Рами, Биг Рами хорош Он спрогрессировал, как никогда По категориям 212 Там уже произошли финалы К сожалению, мой соотечественник Олег Кривой Не зашел в топ-6 Он лидировал во втором калауте Был посередине там Восточная Европа Это не Штаты, это не Запад Возможно, по этим каким-то причинам Его не поднимали выше Не пустили его в топ-6 Где он мог бы побороться реально За медали Но, как бы то ни было Судя по всему, место будет выше, чем в прошлом году Олег спрогрессировал Он парень целеустремленный Я думаю, что руки он опускать не будет И кто знает, возможно Рано или поздно Судьи все-таки не смогут уже Ему отказывать И будут его поднимать выше Оксана Гришина Категория фитнес В этом году тоже делала камбэк Многократно, я помню, четырех раз Четыре раза она побеждала И в этот раз она стала второй Не знаю, довольна она результатом Этим или нет Но я в любом случае поздравляю Оксану На этом пока все, ребят Итак, топ-4 Предварительные Биграми Филхит, Брэндон Карри И Хадди Чупан Завтра финалы Спасибо за то, что посмотрели Сразу хочу сказать, что Видеоматериал с Олимпии Я, к сожалению, вам показать не смогу Потому что это авторские права Свой первый канал Спортфазер до перезагрузки Я потерял именно из-за материалов с Олимпии Не помню, какого года 16-го или 17-го Но тот канал закрыли тогда Именно за использование видеоматериалов с Олимпии Поэтому в этом выпуске Только фотоматериалы Видео В моем личном инстаграме Можете зайти ко мне в инстаграм И посмотреть видео сравнения там Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok